Внушительные темпы роста сельскохозяйственной отрасли, благодаря комплексным мерам государственного поддержки, программа импортозамещения, реализация доктрины продовольственной безопасности России, все это приводит к развитию отечественного машиностроения, росту производства технологических линий и оборудования для переработки сельхозпродукции. Вот как раз сегодня мы находимся на таком новосибирском предприятии агроинженеринг. Мы покажем вам производство и поговорим о тенденциях в отрасли с генеральным директором компании Антоном Мешковым. Антон, как, на ваш взгляд, реализуется программа импортозамещения и какова роль в вашей компании в этом процессе? Ну, если мы говорим про оборудование для переработки продукции растеневодства и животноводства, то, по моей оценке, оно вот только в том году начало как-то более активно развиваться. Я отслеживаю по запросу, по интересам со стороны потребителей. Если говорить о нашей роли, то считаю, у нас тут довольно хорошие результаты, хорошие показатели. Ну, для примера, мы на сегодня по части продукции вытеснили Китай. То есть, если раньше китайская часть продукции присутствовала на рынке, то сегодня она, по сути, стала малоконкурентоспособна. И по крупным проектам мы сегодня с чем сталкиваемся? Например, европейские производители, чешские, например, то мы активно с ними конкурируем, и все чаще потребитель выбирает нас. Удержать ранее завоеванные позиции – это уже хорошо, а отвоевать рынок у китайских производителей – это почти подвиг. И за счет чего это удается? Или удалось уже? В чем-то удалось, в чем-то еще дорога большая. Это первое. Это сервис. Мы присутствуем здесь, в России, несмотря ни на какие пандемии мы находимся здесь. Качество у нас, оборудование хорошее, и мы близко. Мы можем очень оперативно отреагировать. У нас есть сервисная служба. И выехать, и поддержка запчастей, и наличие на складе консультирования – все на весьма таком хорошем оперативном уровне. Если говорить про цену, то она тоже гораздо более интересна, чем, например, европейских или американских. Согласитесь, 3-5 раз разница – это не 30%. Поэтому все чаще выбирают нас. Ну и понятно, люди, бизнес, зарабатывают деньги в основном здесь. И сложно, сложно заработать на оборудовании, которое в 3-5 раз дороже. Проще его купить здесь и получить хорошее качество, хороший сервис. Окупаемость гораздо ниже. Ну, конечно, да. Только за счет одной цены в 3-5 раз цена ниже, значит, окупаемость. И мы говорим наши от полугода до полутора лет. Но если возьмем там американцев 5, то есть 7,5 лет минимум. Да, если это еще там проекты, да, по году, по полутора лет реализуются. А у нас, например, 3,5 месяца, и заказчик уже может выдувать продукцию. Ну, можно понять, что да, выгодно и срокопаемости за нами. Какая география поставок сегодня у нас? Мы работаем по СНГ, то есть есть продажи и в Европу, но мы не нацелены. То есть, или приходит заявка, да, мы продадим. То есть, не самоцель, да? Не самоцель. Мы понимаем, что… Рынка хватает. Мы проанализировали, поняли, что в России активно развивается рынок. И есть, что нам дать для России. И тут много работы. Поэтому мы сосредотачиваемся именно, ну, Россией плюс наше дружественное соседнее государство. Какова доля реализации Новосибирской области? К сожалению, традиционно, вот из года в год она у нас всего 5%. Несмотря на то, что даже есть господдержка, где технологии экструдирования, там, до 50% субсидирования. Мы попали в реестр. Да, мы попали в реестр, но именно наш областной. Но единственное, в этом году заметилась хорошая сдвижка именно в направлении маслопрессования. Люди поняли, что выгодно делать свою переработку, получать для своего жевотоводства свой жмых плюс масло на продажу. И у нас прям ряд предприятий, на которых мы уже поставили, поставляем или заключаем договор на поставку в Новосибирскую область. И я думаю, что по итогам этого года, прям уверен, что мы, ну, 10-12% НСО возьмет свою долю, а это уже неплохо будет. Антон, возможно, задам вам неудобный вопрос. Вот вся ваша продукция, это ваши собственные разработки или вы копируете все самое лучшее? Конечно, мы не изобретаем велосипед, и мы изучаем и конкурентов, какие они изделия делают, какие в них решения, как они работают. Но все разработки полностью наши. Да, мы какой-то опыт используем, что-то смотрим. Но разработки наших изделий, они начинаются от идеи, в том числе от идеи, которые дают наши заказчики. Мы, например, часто на выставке говорят, а вот это делать, а вот так вот можете. И в том числе, когда мы реализуем какие-то линии, мы понимаем, вот тут бы надо доработать, тут надо изделия разработать. И мы смотрим, что есть на рынке. Ну, то есть, если есть что-то хорошее и там приемлемое, мы не будем это изобретать. Ну, практически такого не бывает. Мы всегда в основном те изделия, которые мы считаем, мы их разрабатываем, то есть смотрим по сторонам, и все от чертежа от начала до опытные изделия. Опытные изделия изготовили, проверили его, зачастую идут доработки и улучшения. Ну, а дальше уже выводим в серию, и даже тогда, после какой-то эксплуатации, пару-тройку лет, все равно какие-то рекомендации, какие-то изменения происходят. Они как раз происходят здесь, где мы в конструкторском бюро находимся, то есть и разработка, и адаптация, и технологическое сопровождение. Ну, и даже если мы возьмем продукцию, которую мы выпускали 5 лет назад, и возьмем ее сегодня, это, по сути, будет две несколько разных единицы, потому что мы постоянно ее дорабатываем, улучшаем. Не значит, что она была плохая, значит, что мы нашли способ, как ее сделать лучше. Наши заказчики что-то подсказали, наш опыт. Мы технологии дорабатываем, где-то еще лучше ресурс, где-то ниже себестоимость, то есть и постоянно-постоянно дорабатываем. Некоторые изделия у нас там уже третья-четвертая версия. Мы стремимся повысить качество, технологичность, срок эксплуатации и снизить как можно ниже цену, чтобы она была доступна. Ну, вот это и есть ваше конкурентное преимущество. Да, делать качественное оборудование, высококачественные уровни. Опираясь на обратную связь. Да, ну, по-другому никак. И когда мы слышим потребителей, это очень хороший ресурс и условно-бесплатный ресурс. Сегодня большой потенциал развития сельскохозяйственной отрасли лежит в развитии малых форм хозяйственных. Вот ваша продукция – это именно для них? Да, наша продукция и для малых, и для средних, и для крупных покупателей она тоже находит применение. Если разделить по направлениям, у нас есть, например, направление маслопрессования, где конечным продуктом является жмых для производства последующего корма и масло, как готовый товар. Если говорить по объему производства в год, мы закрываем производительность от 3,5 до 12,5 тысяч тонн в год. По сырью? По сырью, да, по сырью. Ну, а масло и жмых в зависимости от той культуры, которую мы перерабатываем. А личность культур, она разная. Если мы говорим про комбикормы, какие-то решения, если небольшие, так называемые, мини-заводы, то производительность, условно говоря, начинается от 500 килограмм в час. То есть мы тут часами замерим. И примерно до 8 тонн то, что на сегодня мы закрываем. То есть это уже весьма такие, ну, довольно масштабные, интересные проекты. Насколько для малых форм сегодня приемлемы цены? Цены, они приемлемы. У нас покупают, как и действительно малые формы, вплоть до того, что не какие-то личные подсобные хозяйства, у которых уже какой-то, ну, по голове, там, например, от 50 голов. И вообще, как бы, актуальна и хорошая окупаемость у кооперативов. Вот сейчас создаются кооперативы. И выгодно, когда предприятие одно занимается другим, другое третьим. И они, так скажем, условно вскладчину могут приобрести оборудование. И вплоть до того, что один производить корма, другой сырьевую базу выращивать, третий, например, заниматься кормом. И вот это набирает, ну, реально популярность сегодня. Какова экономика вашего оборудования? Допустим, по отжиму масла. Какие затраты на килограмм сырья? Хороший вопрос. На самом деле, очень хороший затрат. То есть до рубля совокупные затраты. Что в них входит? Это зарплата, это обслуживание оборудования, это электроэнергия. То есть до рубля на один килограмм переработанной продукции. И какой срок окупаемости, примерно? Ну, в среднем, это, опять же, если по маслопрессованию говорим, это где-то год. Мы, конечно, говорим о том, что оборудование должно работать, не должно простаивать, да. Если про какие-то небольшие решения, там, экструдирование, комбикормозаводы, там от полугода, опять же, до полутора лет. Если говорить о стоимости оборудования, то, опять же, маслопрессование. Если мы берем линии двухкратного прессования, то цена начинается примерно от 5 миллионов. И для больших линий, это примерно до 32 миллионов. Вот такой разбег цен. Понятно, что он зависит как от производительности, так и от той же автоматизации. То есть насколько процессы автоматизированы, насколько там вот есть дополнительное какое-то оборудование и оснащение. Если говорить про комбикормовые какие-то заводы, то есть, опять же, мы берем бюджетные, если кто-то примерно от 400 тысяч рублей начинается, вполне хорошая такая доступная цена, учитывая, какие сегодня стоимости на кормовые, на зерновые культуры, то есть она несопоставима стоимости той серии, которая переработана в оборудовании. Ну, а если уже говорить о автоматизированных решениях, где по рецептуре, по программе, там, по компьютере, оборудование само составляет, рацион дозирует, то, ну, это где-то от 2 тонн в час начинается, ну, там цена тоже от 5 миллионов и выше, опять же, от количества компонентов, автоматизации, ну, и мощностей сколько-то килограмм в час. Переработка собственной продукции сельхозпроизводительными повышает маржинальность бизнеса? Ну, да, верно, и маржинальность, и когда-то еще и безопасность бизнеса. Экономическую? Экономическую и продуктовую, наверное. Ну, то есть, есть примеры на сегодня, когда, например, есть хозяйство, они занимаются растеневодством, животноводством, и они закупают, жмыхают. То есть, они, например, собрали подсолнечек, продали его, и в другом месте купили жмых, привезли его, и тут они, понятно, переплачивают в любом случае. Плюс есть какие-то вопросы с качеством этой продукции, и сбои с поставками, там, зима, там, занемело дороги и так далее. И, конечно, когда они у себя организуют эту переработку, понятно, что добавленная стоимость и прибыль переработчика они оставляют себе, то есть повышает свою маржинальность. То есть у них свои качественные компоненты корма в виде жмыха, плюс масла, да? Плюс, понятно, они ни от кого не зависят, то есть они собрали осенью запасы, сохранили их, и они не зависят от цены на рынке. Вот мое сырье, я свое поголовье точно кормлю, и экономика сойдется обязательно. У кого такой возможности нет, те, конечно, от рынка сильно зависят. Если мы берем животноводство и готовую продукцию, то в себестоимости готовой продукции 70% затрат – это корма. И понятно, что когда предприятие животноводное организует переработку свою, производство кормов у себя по своим рецептурам, которые адаптированы для их животных, ну и, конечно, качественное оборудование, они имеют возможность снизить затраты на корма на 25-30%. И такой дополнительный эффект, как когда предприятие качественно делает корма для своих животных по своим рецептурам, они могут всегда добиться эффекта повышения продуктивности животных. То есть это повышение надоев, повышение суточных приездов. Это, по сути, как норма, если нормально организовать производство. Практически невозможно на покупных кормах организовать так от корм, чтобы вот эти показатели были так, как если бы я сделал это у себя в своем животноводческом хозяйстве. Антон, а какое еще оборудование выпускаете? По сути, практически все необходимое для производства кормов и отжима масла. Это транспортное оборудование, это зерноочистки различные, технологии экструдирования у нас развиты, экструдеры, экспандеры выпускаем. Ну и, пожалуй, такое большое направление, которое все больше популярность обретает, это линии и решения для переработки отходов. Это различные боинские отходы, это падеж, это отходы каких-то пищевых продуктов, это общепиты, там, где производят продукцию, да, это отходы кондитерские и так далее и тому подобное. Любую форму? По сути, любую форму, но они сейчас являются биоотходами, и предприятия вынуждены платить и будут платить за утилизацию. Мы же предлагаем решение, они как раз подходят под разные виды отходов, чтобы это перерабатывать и получать корма, высококачественные или кормовые добавки ценные, и дальше их использовать в животноводстве. Ну, это сейчас же программа экологии идет? Да, то есть сейчас вот... И это уже будет в принудительном порядке, утилизация? Ну да, и частью, к сожалению, будет в принудительном порядке. То есть создана нормативная база, например, с 1 января этого года уже запрещено захоронение на полигонах без анализов, ну, то есть, по сути, полностью запрещено. И будут дальше штрафовать, зажимать гайки, стимулировать предприятие, развивать как раз переработку, утилизацию вот этих отходов, скажем, чтобы беречь нашу экологию. Но у вас уже для этого есть готовое решение. Да, да, да. И как бы мы как раз и предлагаем, что есть возможность, чтобы не платить штрафы, не платить за утилизацию, а превращать вот эту вынужденную, скажем, проблему для многих хозяйств в дополнительный доход. Антон, ваше предприятие, по сути, получается, производство полного цикла? Да, верно. То есть у нас от разработки до запуска объекта у заказчика и сопровождения. Получается, что мы разработали конструкторскую документацию, чертежи и дальше передаем в производство. Завозим материалы, металлы, и они уже согласно вот этих требований, документации, распускаются заготовки и расходятся по различным участкам в зависимости от того, ну, какой техпроцесская технология прописана. Это мех участок, где на станках что-то вытачивается. Это сварочные посты, где свариваются детали, гибочные посты. И, понятно, малярка, да, чтобы окрасить это все, чтобы был, ну, вид хороший и сохранность от коррозии. Ну, а дальше сборочный участок, ну, вплоть до того, что даже есть участок испытания, где мы испытываем нашу продукцию, проводим эксперименты на сырье заказчика, какие-то новые изделия, которые мы вот только разработали, адаптируем. Ну, то есть к нам приезжают даже заказчики с своим сырьем, чтобы проэкспериментировать, то есть увидеть, дадим мы результат или не дадим. То есть они понимают, что, да, результат получен, мы можем не переживать оплачивать деньги, и он получит результат у себя только уже в другом масштабе. Никакие виды работ на сторону вы не отдаете. Я посмотрю, даже у вас там участок термообработки, который, в общем-то, не очень дешевый. У нас и термообработка, и ТВЧ. К сожалению, хороших подрядчиков за те деньги, которые приемлемы, найти сложно. И вот та же термообработка, то, что вы упомянули, это очень важный процесс. То есть у нас такие ответственные детали, тяжелые материалы, и без вот такой своей термообработки практически невозможно делать качественные изделия. Вы добивались того качества, которое вам нужно, а не какое там кто-то поставит? Да, конечно, мы работали по кооперации, но практика подсказывала, либо цена не очень, да, и это дорого для конечного покупателя, сроки тоже немаловажны, тяжело с этим. И самое главное – это качество. То есть когда отдаем на сторону, к сожалению, часто качество проседает, и сложно его контролировать. Здесь же мы контролируем на каждом этапе, если что-то сбивается, корректируем технологию, в брак изделий уходит и так далее. То есть мы тут жестко все контролируем. В принципе, вот это и является тем успехом, почему вы сегодня активно продаете, что у вас качество выше, чем, допустим, аналоги, те же китайские или… Мы для себя вот со дня создания компании поняли, что необходимо производить оборудование качеством не хуже, а желательно лучше и удобнее, чем европейцы. То есть вот крупные компании у нас сегодня куда смотрят, что они отвечают, и раньше отвечали на звонок там директорам, говорят, я покупаю только импортное, им важно, чтобы оборудование работало бесперебойно, чтобы не несли затрат и не было простоев. Мы понимаем, что вот это, такое оборудование должно быть, только за, в идеале, более доступные деньги. Поэтому мы и весь наш вектор, все наше внимание именно на качество оборудования, ну и приемлемую стоимость. И сегодня все чаще крупные предприятия обращают внимание на российского производителя, ну а в нашем примере это, конечно, на нас. То есть мы вот европейский уровень для российского… Это для вас уровень, да, европейский? Это такой определенный эталон. Хотя мы понимаем, мы понимаем, что там тоже не все идеально, не всегда они, так скажем, понимают нас. То есть мы думаем, что европейцы все идеально. Но тоже нет, тоже по-разному бывает. Они бывают там 20 лет уже не вкладывались в развитие. А мы понимаем, что улучшит. У нас постоянная обратная связь от сервиса. То есть наши люди, мы запускаем объекты, приезжаем, и заказчики говорят, вот тут лучше бы так сделать, вот тут что-то не очень. И вы оперативно реагируете, да? И мы реагируем. Вот всю нашу историю, 7 лет, по сути, мы изделия постоянно модернизируем, улучшаем, улучшаем. Поэтому даже со многими европейскими производителями в некоторых оборудованиях мы уже лучше. Спасибо, Антон. Спасибо. 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 Спасибо.